всем привет друзья отдох сегодня у меня там 4 сейчас мы с вами заменим тачскрин 30 евро по моему цена замена здесь не написано совсем недавно менял по моему что-то около 30 евро была замена так сейчас я вам укажу тачскрин c530 samsung tab вот такой вот точно не выйдет за несколько штук я поменял никак не получалось снять видео очень много работы сильно загружен снимаю совсем не все что приносит обычно тачскрин еще особенно шлейф проклеенный пластик с сторонним скотчем дополнительный скотч я не ставлю в этого вполне достаточно достаточно толстый очень много вопросов задают подписчики и так почему не три болинга почему нет замены стекол друзья отвечаю на вопрос потому что очень много работает просто тоже то что за то что занимает больше часа ремонта я просто не ремонтирую потому что того не стоит и скажешь хорошо платят то еще пожалуйста смотрите и это и это еще немного краткий обзор здесь у меня у меня лежит вот контроль питание проблема galaxy 5 у нас galaxy doos motorola lg вибро видеокамера не работает тоже самая камера и что-то еще вай фай у нас это первое здесь вот у меня стекла мне принесли ipad здесь если ipad гнезда зарядки ну и дальше пошли планшеты 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 стекла там гнезда зарядки динамики это у нас sony ultra по моему ну и там дальше если присмотреться можно увидеть еще кучу телефонов 5s 5s пятерка айпады короче 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 телефонов много вам даже принесли даже принесли модем что ли будем разбираться смотреть верху тоже можете видеть айпад китайские планшеты здесь вот у меня разобрана даже не приносят не приносят такие вот дисплей на 6 iphone которые делают соседи мастерской вот они у них нет шаблона для постановки таких вот рамок на 6 iphone и не приходится ставить их здесь на сепаратор поэтому я не снимаю стекла не сажал не сажаю их на гель все это делается в соседней мастерской то же самое касается эрболинга идем других телефонов с длительным времени ремонта я просто занимаюсь так в крайних случаях трафареты есть все есть крайних случаях катаем ставим там если уже надо очень срочно или очень хорошо платят то все делаем по мере возможности будем снимать и сложные ремонты просто сейчас намного проще снимать ремонт занимает 15 20 30 минут максимум и так tab 4 так 4 замене тачскрина замена тачскрина займет порядка 15 минут я думаю уже достаточно много их поменял вот все начинаем так можно не выключать начинаем с проверки смотрим карты памяти нету этот топ у нас без поддержки сим снимаем крышку очень просто на снимается это еще как я уже сказал самое большое количество телефонов день доходит до 60 до 70 сами понимаете время деньги мучиться с одним телефоном в течение часа и взять за него 20 евро нет смысла когда можно за это же час отремонтировать порядка не знаю десяти нет но 8 телефонов на заменем зарядку с динамикой с микрофонами прочее очень простые ремонты и так сняли крышку сняли крышку далее вот у нас разъем соединяем верхний пластик снимаем временно стекло авиация пошла можно менять почти в этом уверен потому что сколько стекол поменял именно на т530 вот ни одному не было бракован достаточно хорошего качества стекла не знаю откуда мне их откуда и заказывают может с отдельной мастерской нашей которая занимается именно заказкой заказом запчастей заказывает с германии там за сами из китая с различных сайтов я сам лично если допустим куда здесь деталь найти невозможно у нас на рынке я заказываю или соли где практически все есть либо либо на ebay как и все достаточно крепкий двусторонний скотч на этой модели очень толстая и плюс ко всему еще стекло у нас сильно сильно побито что достаточно неудобно потому что сейчас начнется крошка сыпаться стекольная и так на что можно просто обратить внимание здесь эта кнопка home здесь находится шлейф вот когда будете снимать сейчас по мере разбора я вам покажу вот ее можно повредить если не знать о том что там находится шлейф итак по деле кстати она застегивается вот здесь вот забыл показать здесь мы застегиваться конкур нужно ее отстегнуть пока на тот случай стекло поднимется ну естественно потянет за собой кнопку шлейф кнопки home поэтому давайте ее безопасности пока отстегнем вот видите да аккуратно аккуратно соединяем ее от стекла ну и дальше уже все намного проще по периметру можно смело снимать нагревать снимать вставляем медиатор отсоединение стекла в принципе ничем не отличается от предыдущих моделях единственное но идет борлицо с рамкой вот этой то есть с канцелярским ножом срезать как и срезал старые модели здесь не получается потому что сверху стекла идет рамка вот и нам не поцарапать и рамку хотя если аккуратно срезать канцелярским ножом и хорошо нагревать стекло то в принципе можно я предпочитаю снимать на данной модели вот этим шпателем которыми сейчас снимаю видите достаточно просто снимается не касайтесь дисплея шпатель держите вверх немного прижимайте в сторону стекла чтобы он не касался дисплея сломать не сломаете но оставить следы оставляя следы ни к чему что потом вытирать погреваем дальше по периметру видите настолько толстый двусторонний скотч на этой модели что он даже не рвется то есть можно смело за него брать вот так вот и просто отсоединять разбитые стекла видите скотч даже не рвется потому что толстый кто-то меня спрашивал помню пару раз видео чему я не выключаю дисплей не отключаю сам аппарат перед съемом стекол я считаю что с включенным дисплеем снимать стекло намного проще во первых вы видите что происходит дисплеем во время нагрева термофеном то есть обезопасите себя с тем тем что время все будете видите дисплей нибудь никого перегрела так далее все снимали дисплей тачскрин дисплей не прикреплен двусторонним скотчем сзади он свободно ходит у нас видите да абсолютно ни на чем не сидит шлейф он поэтому имейте ввиду это когда снимаете удаляем пыль давайте отключим теперь чтобы было видно что у нас не осталась пыль отпечатков мы не оставили сводов тоже здесь вот немного если присмотреться то в принципе совсем незначительный свет от шпателя остался удаляем остатки двустороннего скотча стекла так сейчас я сейчас мы удалим большие пятна которые остались так снимаем пластик вставляем шлейф в отверстие настегиваем застегиваем кнопку home нажимаем периметр двусторонний скотч к рамке обращайте внимание двусторонний скотч толщина его колеблется не знаю в зависимости от производителя тачскрина может быть тоньше может быть толще то есть смотрите если он совсем тонкий то конечно потребуется дополнительная проклейка рамки все работает в общем то на этом все достаточно простая замена я говорил порядка 10-15 минут ставим обратно крышку и возвращаем клиенту всем спасибо за внимание друзья с вами был доф ставьте пальцы какие-нибудь какие желаете считаете нужны подписывайтесь наш канал всем спасибо за внимание удачи в ремонте и до новых встреч до свидания 0 0 0 Продолжение следует...